Действительно, идет большая работа за кадром. Еще раз по соображениям, в интересах расследования я не могу всех деталей и нюансов рассказать, но то, что я могу, давайте я поделюсь с вами. Последнюю неделю мы очень много опрашивали пострадавших в результате пыток, тех, кто был освобожден в процессе обмена, кто покинул территорию Украины и кого вывезли сейчас в госпитале в Европе для интенсивного лечения, разговаривал с людьми, которые не вылезают из больницы, из госпиталей по 5, 6, 7 месяцев. Очень огромный срок, и врачи делают очень многое, чтобы этим людям спасать руки, ноги, потому что то, в каком состоянии Россия их передала Украине в порядке обмена, это, конечно, еще раз можно это называть фашизмом, путинизмом, садизмом, но это в любом случае это самое настоящее преступление против человечества и человечности. Людей с момента захвата в плен жесточайшим образом избивают. Особенно вот это все было как раз в 2022 году, когда первая волна шла, захвата, и когда роспропаганда трубила про неких там нацистов, националистов, которых нужно обязательно, значит, денацифицировать, вот их первые волны пленных их подвергали наиболее жестоким пыткам, избиениям, потому что каждый, кому они попадали в руки, ну, большая часть, не каждый, но большая часть из них, они считали своим долгом вот каким-то образом им отомстить. Плюс шла такая политическая работа по промывке мозгов солдатам и офицерам со стороны политруков, где им там настраивали, рассказывали про ужасы, что сотворяют якобы украинские солдаты с российскими пленами. И, в общем, на все это наслаивалось низкий уровень культуры, склонность к садизму, абсолютная бесконтрольность, вседозволенность и вот эта вот агрессивная путинская роспропаганда. Все это привело к тому, что людей сначала содержат первое время, там первые 10-20 дней в армейских подразделениях, в таких небольших палаточных лагерях, связанных, подвергая регулярно жестоким избиениям. Там все отмечаются, в первую очередь, конечно же, да, это солдаты, но в целом ряде подразделений у нас есть уже показания о том, что и генералы, и полковники, которым привозят некоторых пленных, они тоже проявляли свою жестокость, и на глазах солдат тоже каким-то образом наносили удары, били, показывая, что, в общем, бить можно и даже нужно. Если мы говорим про вот первоначально, как только захватили, там, конечно же, в первую очередь просто само по себе избиение, что вот им в руки попались якобы там нацисты, с которыми они жестоко поступают. Потом у них происходит какое-то определенное отрезвление, потому что большое количество людей, которых они захватывали из числа украинцев, это такие же абсолютно люди, как они, которые по-русски многие разговаривают даже лучше и более грамотно, чем с российской стороны солдаты, у которых очень много общего, есть люди, которые занимались спортом и вместе участвовали в каких-то соревнованиях. И, в общем, для украинцев, конечно, было шоком, они не ожидали, что те люди, которые с ними живут вот через границу, с кем они имеют дружеские, родственные какие-то связи, с кем они вместе росли, там, еще раз, если говорить там про молодежь, там, по линии спорта друг у друга, там, ездили на соревнования, вдруг в один момент вот те же самые люди их будут там бить, пытать. Это, конечно, для них было шоком. А потом, да, конечно же, помимо просто вот этого, там, садизма, вот такого массового психоза, конечно, приезжала еще контрразведка ФСБ, которым нужно было снимать максимально показания и получать какую-то военную информацию. Самые, там, очень много жутких подробностей, которые нельзя в эфире озвучивать. Ну, у Ютуба есть определенные ограничения, чтобы не сняли это видео, но есть целый ряд случаев, когда просто расстреливали тех, кто действительно не обладал никакой информацией, но россиянам казалось, что вот эти люди что-то там скрывают, и чтобы всех остальных запугать и сделать более сговорчивым, кого-то из них хаотично принимали решение и расстреливали. Кого-то расстреливали просто потому, что вот его жестоко избивали, с человеком ему становилось плохо, его начинало плохо пахнуть, и вот чтобы дальше его там не везти в этом грузовике, они просто из-за этого могли человека расстрелять, потому что освободить не могли и так далее. Ну, там огромное количество, когда слушал это, вот я вам сейчас это говорю, стараюсь себя сдерживать и как-то более-менее спокойно это рассказывать, чтобы не сбиться в эмоции и все разложить по полочкам, но когда я все это слушал, у меня неоднократно слезы стояли на глазах, и я вообще как бы думал, что я очень многое в жизни видел и знаю, но вот общаясь с пострадавшими в результате пыток, и выслушивая их рассказы, и плюс наблюдая медицинские документы, и наблюдая по видео, какие процедуры с этим человеком проводят, чтобы ему просто восстановить нормальную работу опорно-двигательной системы, нет никаких сомнений в том, что это действительно искренне честные рассказы. Вот, но это на это еще раз, можно по-разному это называть садизмом, фашизмом, путинизмом, но это все, это за пределами человеческого понимания, и это за предельной жестокости, конечно, это нарушение правил обычаев войны, это самое настоящее международное преступление, у которых нет и не будет сроков давности, и все это будет однозначно расследовано. Так вот, дальше, если позволите, я продолжу. После всего этого тем, кто выживал и кому удавалось выжить, получив какие-то уже серьезные травмы и ранения, через 10-20 дней, причем их там содержали в жутких условиях, многих раздевали догола, если мы говорим там про март, апрель, весну 2022 года, люди просто там промерзали за эти 10-20 дней, там кто-то обмораживал себе конечности, дальше их грузили и на военных Ил-76 уже доставляли в разные регионы, либо на военных автомобилях отвозили и помещали в переоборудованные подвоенные концлагеря учреждения в СИН. Это целый ряд СИЗО и исправительных колоний, прилегающих российских регионов к Украине. И дальше, в общем, там все эти тоталитарные практики подавления воли, начиная с жесточайшей приемки со спецназом, причем там интересная деталь, но мы знаем, что заключенных, когда встречают новый этап, они достают палки резиновые. Так вот, на одном из военных аэродромов при приемке спецназ разломал о пленах несколько резиновых вот этих вот дубинок, и для того, чтобы впредь больше не расходовать спецсредства и не отписываться по рапортам о причинах утраты вот этого спецсредства с баланса, они поступили очень продуманным способом, они начали нарезать пластиковые трубы и бить ими, потому что, во-первых, тогда это не спецсредство, его не жалко, и можно разломать пленного, а во-вторых, их потом можно сбросить в котельную, сжечь, и на них не останется никаких следов, там, ДНК на всякий случай, чтобы скрыть вот эти вот следы преступления. То есть они изначально, понимая прекрасно, что они совершают ежедневно вот в наших непленных страшные преступления, они изначально ведут себя как самые настоящие закоренелые преступники, с тем, чтобы потом вот эти вот орудия пыток периодически там выбрасывать, сжигать, уничтожать, с тем, чтобы невозможно было там потом когда-нибудь предъявить Международному уголовному суду или трибуналу какие-то спецсредства, которыми вот избивали там на протяжении там последних двух лет сотни заключенных во время приемов. Речь идет про садистов, которые работают в российских спецслужбах. Это один из их таких методов ухода от ответственности, потому что любую резиновую дубинку потом спецсредства можно изъять, сделать какие-то экспертизы, снять ДНК, понять, какое количество людей там и били, найти какие-то потожировые там кровяные следы и так далее. А вот то, что они делают таким образом, понятно, что они бьют, потом там после этого этапа сжигают, берут им, нарезают новые трубы. Тем более там всего этого в СИН достаточно много для всех этих капремонтов зданий. Вот. Потом внутри начинается самое настоящее. То есть это функционирует как военные концлагеря. Я не зря это просто сказал. Это не просто там следственный изолятор или исправительная колония. Они функционируют по следующему принципу. Мозговым центром для этих военных концлагерей являются сотрудники ФСБ, которые полностью курируют, координируют все происходящее внутри. СИН потеряла в этой части свою самостоятельность. И более того, сейчас один из сумасшедших планов в России, в Москве обсуждается о передаче под контроль ФСБ тюремной системы. Там напрямую или опосредованно. С учетом того, как она сейчас работает. Ну вот там уже по факту вот это вот главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений СИН России, которое как раз занимается всей тайной внутренней прослушкой, просматриванием. Это по сути дела это управление ФСБ России. К ним прикомандировано. И скрытое наблюдение внутри, даже за сотрудниками, осуществляют сами уже ФСБшники. То есть они их контролируют, они распределяют, принимают решение, кого на какие должности назначать. Но возможно, что в ближайший год это и де-факто их переместят уже под контроль. Так вот, да, ФСБшники все это контролируют. Сами сотрудники этих учреждений, конечно же, пытаются перед ФСБшниками выслужиться, показать, как они вот сейчас вот тоже жестко работают с так называемыми нацистами. Плюс приезжают, как я уже ранее рассказывал, прикомандированные бригады различных отделов специального назначения, такие ОСН, УФСИН из разных регионов. Их специально пересылают, отправляют в командировки в другие регионы России с тем, чтобы они работали в масках, мучили, били и пытали, выполняли самую жесткую, ну, я сейчас в кавычки возьму работу, да, то, что мы, ну, являются преступлениями, пытками. Вот, с тем, чтобы потом усложнить раскрытие расследований, чтобы запутать следы. Плюс еще военные приезжают туда, от военных, там, от разведки приезжают. И иногда военная полиция туда тоже приезжает, потому что не везде спецназы справляются, устают бить их, там, после командировок нужно возвращать в их регионы. И вот на моменты пересменок туда к ним приезжает еще военная полиция, которая тоже на несчастных людях, на военно-пленных тренируется и оттачивает свои там навыки садизма, палачей и так далее. Самое страшное, что медиков путали во всю эту историю, конечно, тюремная медицина, она никогда не облистала какими-то высокими знаниями, хорошим оборудованием, но все-таки как-то медики старались быть по-человечнее внутри системы. А вот этот массовый психоз и игра в войнушку для них, и в то, что даже вот медики в тюрьмах превращаются в какой-то элемент войны, в общем, она здесь вскрыла наличие огромного количества садистов и внутри медицинского управления ФСИН России, потому что где-то они принципиально отказываются лечить, а где-то получают указания от кураторов этих учреждений не оказывать медицинскую помощь, либо оказывать ее там формально, минимально, но тем не менее давая возможность развиваться гангреном, воспалением и так далее. Потому что когда происходят вот эти жестокие избиения, внутри там образуются гематомы, не у всех организмов с этим справляются, тем более их там кормят, их практически не кормят, их содержат так, чтобы они просто едва поддерживать их физические возможности. Какие-то водичка, капустный лист, несколько глотков воды, в ограниченных количествах и вода, в ограниченных количествах питания, урезанные минимально нормы, несопоставимы даже с обычной тюремной баландой. Я сейчас не хочу нахваливать условия содержания, но здесь нет никакого близко даже знака равенства между тем, как содержат российских заключенных и как содержат украинских пленных в этих военных концлагерях, несопоставимы в любом случае. И минуту поесть, и люди обжигаются, люди... И вот они рассказывают сами по ощущениям, они вот съедают, когда этот капустный листочек там какой-то, или там кусочек там картошки, пусть там обжигая, они говорят, что потом такой прилив сил наступает там на 30 минут, ты как будто оживаешь, а потом опять затухаешь. Это все дико ужасно. И так вот, я недорассказал, когда образуются вот эти травмы, гематомы, так как им не дают никаких там мазей, никаких там йодов, чем можно залечивать какие-то даже вот эти гематомы, все это начинает внутри превращаться в воспаление, все это приводит к гангренам, и так как это месяцами не дают лечить, все это приводит во многом к тому, что потом людям ампутируют конечности, потому что уже все, уже ничего не функционирует. А если мы говорим еще про раненых, пленных, которые получили какое-либо ранение, там, пулевое, либо осколочное, это вообще, вот я с одним человеком разговаривал, просто чудом ему спасли ногу, его вовремя обменяли, потому что еще бы через неделю ему бы просто там отпилили, отрезали ногу, лишили бы его. Но и после этого еще 7 месяцев у них ушло на восстановление, на лечение, чтобы восстановить все это, а потом и научить его на вот этой спасенной ноге еще и ходить опираться. Это все ужасно, и это говорит о том, что большая часть людей в этих военных концлагерях, они действительно, вот с них слетела вот эта маска, мы думали, что там люди, а там уже люди, которые не совсем похожи на людей, они потеряли там, утратили человеческий облик. Конечно, я не говорю сейчас огольно про всех, даже пленные, бывшие пленные, они рассказывают, что в некоторых учреждениях встречались там сердобольные какие-то люди, кто-то там втайне приносил, какую-то мазь передавал, чтобы человек что-то себе там смазал, каким-то образом релечился. Кто-то где-то там настаивал и во время приезда каких-то проверок все-таки настаивал, чтобы этого конкретного человека там отправили на операцию, потому что это все невозможно, и находил какую-то аргументацию для этого. Но большая часть, они все-таки встраивались вот в эту вот систему пыток, а некоторые просто даже наслаждались этой властью над пленными, с тем, чтобы на них там отыгрываться и, я не знаю, там удовлетворять свои самые низменные потребности, якобы при этом выполняя там команду сверху. По поводу сна. Во-первых, прежде чем рассказать про сон, давайте про дневное время. Как правило, 17 часов по стройке смирно стоят заведенными за спину руками или за голову, могут поставить на несколько часов на колени, пальцы должны быть видны, должны быть там разжаты, в них там ничего нету. Если кто-то не выполняет и не стоит в этих неудобных позах, у него что-то затекает, он там начинает переминаться, прибегают, открывают, они все под видеонаблюдением, тут же прибегают, вытаскивают в коридор, показательно, жестоко избивают. И люди там, они просто рассказывают, что начинают сходить с ума просто от этого стояния, плюс могут заставить петь различные песни, типа там «Дядя Вова», что-то вот такое из вот этой вот пропутинской попсы, гимн России, опять же, и так далее. Там есть какой-то там 5-6-7 каких-то вот пропутинских очевидных таких ура-патриотичных песен, которые зачем-то нужно учить, петь, и петь там по 30-40 раз подряд. Вот понятно, что ночью им их укладывают спать, приказ, если кто-то встает, опять же бьют, и люди, но среди ночи их будет, среди ночи будет и поднимают, и час им нужно стоять тоже среди ночи. И если они за 5 секунд, вот когда там производится эта команда, там не выходит, не строится, значит тоже избиение. Некоторые говорят, я даже, говорит, боялся заснуть, потому что как бы если не услышишь вовремя, если вот ты вот не выполняешь эту команду в течение 5 секунд, тебя опять по-новой избивают. Поэтому вот, то есть нету никакого там 8-часового непрерывного сна, чтобы восполнять силы. Их ломают физически и с питанием, и с отсутствием нормального сна, и с психологическим напряжением, и с постоянными избиениями, и с... Ну, это все самые настоящие военные концлагеря, это такие самые настоящие пыточные конвейеры. Все раз там по 17 часов на ногах в общем объеме вот в сутках они проводят. Плюс могут выводить в прогулочные дворики, там бегом, буквы Г, руки за спиной, неудобная поза. Бегут, поднимать голову нельзя, натравливают специально собак, все это подлай собак происходит. В некоторых случаях собаки хватают, там кому-то щеку могут порвать, прокусить, кому-то ухо прокусить и так далее. То есть там еще рваные раны от собак есть. Во дворик это тоже не прогулка, там могут заставить там по 500, по 1000, по полторы, по 2000 раз приседать до упаду. Их просто изнемождают. Их просто изнемождают. На это все накладывается оперативная работа. Ну вот один человек рассказал мне, четырехместная камера, 12 человек. Четырехместная камера, это вот угловые две шконки одна над другой, углом стоят как буквы Г, если смотреть сверху. И 11-12 человек на 10-11 квадратных метров. Ну если там с точки зрения закона, там даже минимальная санитарная норма 4 квадратных метра на одного человека, она не соблюдается, она там абсолютно не выполняется. Это конечно, ну и плюс лежать в дневное время не дают. Ночью спать по очереди, вот они там стоят как бы там с полузакрытыми глазами, там в полуобрачном состоянии. Очень тяжело, создаются специально внутренние конфликтные ситуации, вбивается клин между военными, военнопленными и гражданскими, специально настраивается. Вызывают в кабинеты ФСБшников и оперативников СИН, где с ними проводится оперативная работа, вербовка. Заставляют их подписывать какие-то агентурные соглашения на внутрикамерную работу. Принуждают там доносить, стучать друг на друга, поломают психологически. Тех, кто не ломается, еще страшнее бьют и пытают. Вот там у них есть такое понятие, как прививка. Это в душевой матрас, связанного человека голову, бросают на него и жесточайшим образом там палками, дубинками отбивают все там мягкие места, там ноги и все остальное на протяжении там 30 минут. Так что человек там в обморок отключается. Вот это у них считается там прививка, вот чтобы, я не знаю там, что они там таким образом прививают, но очевидно, это, наверное, ненависть. К России, к россиянам через это. В летнюю жару это сейчас кошмар, что там нет никаких ни вентиляторов, им никто не выдает, конечно же, ни кондиционеров, ни холодильников. Когда там на улице жара 30-35 градусов, внутри то же самое. Соответственно, влажность повышенная. Ну, я сейчас про лето сначала просто хочу сказать. Сейчас повышенная влажность, повышенная жара и, конечно, на этом фоне начинает распространяться туберкулез. Есть уже целый ряд людей, которых там, по сути дела, ну, как умышленно, если в таких условиях задержат, с мокрыми стенами, это люди там подхватывают с ослабленным иммунитетом, они заболевают, здоровые люди приобретают целый ряд заболеваний, в том числе туберкулез. Ну, а зимой, понятно, если там не в любой камере российского СИЗО не ставить двойной стеклопакет, не закрывать это все герметично и не давать нагревать, или там, в любом случае, температура на уровне там 18-19 градусов в лучшем случае. А, ну, холодно, мерзнут, дают такие бумажные одеяла, которые только формально напоминают одеяло. Ну, еще раз, это все, это вся система, она в целом, вот этот ГУЛАГ, он когда-то создавался и проектировался для того, не для того, чтобы исправлять людей, а для того, чтобы их ломать и отнимать у них здоровье. Ну, психологически, вот, как у нас около года назад, один из наших источников, известный как Windows Change, он тогда еще говорил о том, что им вбрасывается подложная литература, то есть ПСБшники готовят под видом украинской прессы. Фальшивые газеты, Киев Пал. Фальшивые газеты, ну, и там все с умом, они не настолько все это там окарикатуривали, но да, они говорили о том, что происходят потери огромные, и самое главное, что они там вбрасывали статьи, что известные там лидеры общественного мнения в Украине, значит, негативно высказываются о пленных, вот они там сдали, они там утратили, на них они столько там на Азов сталь, столько потратили там, значит, ну, то есть, в общем, такие в реальность вкручиваются фейки с тем, чтобы людей деморализовать, что вот у них на родине к ним отношение не как к героям, а там чуть ли не как к предателям, кто там сдался и так далее, чтобы люди сломились психологически, чтобы они понимали, что их собственная страна, их народ от них отказывается, их осуждают и так далее, хотя на самом деле мы знаем, какая беспрецедентная поддержка идет по отношению к военно-пленным и как их уважают, но да, их ломают психологически, плюс физически вот эти вот постоянные избиения, пытки, плюс оперативная работа, склоняясь к сотрудничеству, к тому, чтобы там сдавал какую-то информацию, чтобы соглашался работать, от многих из них отбирают расписки о сотрудничестве. А какая информация-то? Не, ну, если мы говорим про военных, ну, конечно, это там про расположение, про систему, как устроена украинская армия, там, система координат внутри контактов, позывных, шифров. Ну, у военных действительно большой объем военной информации. Да, вот, в тот момент, да, конечно же, требовали показания, чтобы сам себя признал нацистом и еще начал оговаривать своих сослуживцев, своих друзей в том, что они тоже якобы пособники какого-то киевского режима и так далее, все эти загонтовки. Ну, в общем, все, что Роспропаганда говорит, все это оперативники и следователи хотели видеть подписанным на бумаге. Но сейчас у них другая история. Сейчас у них больше идет попытка какой-то, знаете, вербовки, наверное, на будущее с тем, чтобы, в общем, они, чтобы у Украины к ним утратилось доверие, чтобы их всех воспринимали как якобы завербованных и так далее. Смотрите, там, он этот расписку назвал, этот псевдонимом стал секретным агентом и так далее. Ну, то есть действует так, чтобы посеять какие-то сомнения, чтобы максимально дискредитировать и так далее. Хотя в некоторых регионах мы слышим от пленных, от освобожденных и от наших источников, что там до сих пор есть некоторые сумасшедшие ФСБ, которые там спят и видят хотя бы какую-то найти доказательную базу для вот нечто подобного, чтобы оправдать военную агрессию. Ну, понятно еще про связи с американцами, с ЦРУ, там тоже там шпиономания. Если из Москвы ФСБшники приезжают, то их интересует в первую очередь информация о взаимодействии Украины и ВСУ с иностранными спецслужбами, с иностранными военными подразделениями, с блоком НАТО. Это тоже, конечно, для них представляет, для Департамента военной контрразведки ФСБ представляет повышенный интерес. Это есть, но сложнее всего тем людям, нет, но сложнее всего самым обычным гражданским, да, простым людям, которым нечего рассказать, а от них все время ждут чего-то. И вот им тоже достается по полной программе. И есть случаи изнасилований, и не только изнасилований, там и женщин, и мужчин, там, ну, ломают максимально. И очень тяжело, когда они слышат крики в других камерах. Кто-то пытается там голодовки объявлять, но, опять же, это не российские политзаключенные, где тут же там адвокаты приехали, журналисты, и как-то, в общем, они сбавили обороты. Здесь нету ничего такого, потому что нет мобильной связи, нет информации с внешним миром, никого к ним не пускают, никто им не помогает. Региональные все эти там псевдо-УНК и все эти позорники из так называемого там президентского совета по правам человека, все вот эти жополизы, они, если приезжают, то осуществляют какую-то там формальную проверку, а, как правило, просто их даже к пленам, в принципе, не заводят. Вот, то есть они там остаются один на один, и даже если там человек объявляет какую-то конкретную голодовку, но все это заканчивается тем, что его просто скручивают, ему там насильно через трубку внутрь заливают что-то там, что может как-то минимально поддержать его жизнедеятельность. Ну, в случае, если этого человека готовят к обмену, а есть те люди, которые, с которых сняли, получили какую-то важную информацию, и после этого их, в общем, ставится задача на умерщвление. Тяжело об этом, обо всем говорить. То есть, одну секунду, я уточню. То есть, ну, кого-то запытали, он, допустим, рассказал, ну, то, что знал про, ну, какие-то действительно вещи военные в украинской армии, и после этого делается все, чтобы его не обменять. Да? Да. И даже его в документах не отражают, и не подают в основные списки. То есть, то, что указывается официально в списках, и то, что есть по факту, вот, из тех людей, это разные, там, не все проходят по документам. Более того, они их присваивают им совершенно другие персональные данные. На каждого человека в трех разных комплектах документов разные данные. Те, которые официально подаются и уведомляются о том, что эти люди содержатся. Те, которые есть у ФСБшников, у армии и у ФСИНа, это могут быть на одного и того же человека три разных комплекта с разными именами, фамилиями, отчествами и так далее. Там тоже сейчас вообще последние месяцы, когда мы достаточно много об этом стали говорить и говорить о том, что мы занимаемся этим независимым расследованием, они сейчас еще и подчищают систему электронного документа оборотов, СИН, полностью убирая любые упоминания в официальных переписках, почтах. Полностью все документы зачищают, где так или иначе указывались темы по вербовке заключенных, по отправке на войну. И вот та документация, которая касалась именно содержания военнопленных, используя которой можно установить точную численность содержащихся, количество раненых, характер ранений и так далее. Это все зачищается, они ведут себя самым таким преступным образом, с тем, чтобы затруднить расследование. И тем ценнее становятся источники, которые нам пишут, звонят и говорят, а вот я не фашист, я вам сейчас помогу, ловите. Или там я уехал, я готов давать показания. Тем ценнее они. Их немного, но они есть, и они очень сильно нам помогают понимать суть происходящего там. Ваши источники ничего случайно не говорили об Оленовке? В деталях, в подробностях не буду рассказывать. Я могу одно сказать, что с самого начала там полностью все это контролировалось ФСБшниками, туда выезжали спецназы из целого ряда регионов, в том числе из УФСИН по городу Москве. И всю оперативную работу там тоже выстраивали, не местные, а москвичи, московские оперативники и оперативники из центральных аппаратов. Поэтому, собственно говоря, что там происходило и в СИЗО Донецка, и в колонии в Еленовке, там были военные концлагеря, и там были жуткие, жесточайшие пытки. И поэтому им нужно было в одном из помещений, где содержались наиболее пострадавшие в результате их пыток, им нужно было вот таким образом зачистить следы сразу большого количества подвергшихся пыткам. Знаете, есть два разных мира. Вот есть мир реальный, есть мир, который в прессе. Вот в прессе есть огромное количество международных организаций, которые всем этим должны заниматься и занимаются, это комментируют, обсуждают и так далее. Донаты на это получают, деньги на это получают. Да, огромное финансирование, да, там есть мир реальный. Вот если вы мне зададите вопрос... Говорят, мы этим занимаемся. Извините. Ну, вот еще раз говорю, да, если вы мне сейчас, вот сегодня, давайте, да, 6 августа 2023 года, если вы ко мне, там, если вы мне зададите вопрос, сколько раз Красный Крест обращался, например, в ГУЛАГу нет, и в New Decisions Foundation к тем, кто имеет большое количество инсайдов и источников о происходящем там. И зададите вопрос, пытался ли Красный Крест или кто-то, кто с ними сотрудничает, выяснить детали и подробности, известные нам. Я скажу нет. Я вообще ни разу ни с одним представителем вообще за всю свою жизнь, я ни разу ни с одним представителем Красного Креста не встречался, не разговаривал, и к нам никаких от них запросов не поступало. Это просто так вот, справочно. Сколько там в этой системе находится сейчас пленных, и сколько среди них гражданских, а сколько среди них военных? Ну, речь идет о тысячах, исчисляется все это тысячами, многими тысячами. По некоторым подсчетам, эта цифра более 7 тысяч человек. В этом задействовано уже более 11 учреждений в СИН России, которые переоборудованы под военные концлагеря. И судя по тому, что сейчас активно расчищаются колонии и отправляются на фронт ежедневно, там тысячи и тысячи российских заключенных, они целый ряд учреждений в СИН закрывают для содержания именно российских заключенных. И по той информации, которая у нас есть, готовят еще несколько военных концлагерей для того, чтобы еще больше содержать у себя пленных. Ну да, вот. Но я хочу от себя сказать, если позвольте, по концовке здесь, что, во-первых, я сегодня сказал очень многое, как бы я очень многого не сказал из-за того, что существует тайна следствия, и со временем мы расскажем гораздо больше, и не просто расскажем, а покажем. Это раз. А во-вторых, как бы еще раз, да, я постарался поберечь и ваши нервы, и нервы ваших зрителей и подписчиков, потому что все-таки какую-то основную, самую страшную информацию невозможно оглашать, просто там иначе снесут этот канал. Постарался в рамках платформы YouTube сказать то, что можно сказать, вот, используя, ими ими. Правда, на самом деле, еще страшнее. И поверьте, при том, что мы опытные ребята, очень многие из нас деморализованы вот этими ужасными деталями, подробностями нашего расследования, это для нас самое тяжелое вообще, что мы когда-либо узнавали, но у нас нет никакого морального права опускать руки и прекращать, как бы нам тяжело не было, потому что тем, кто сейчас в плену, и их родственникам, которые их ждут, им гораздо кратно тяжелее, а наша просто прямая обязанность, поскольку у нас есть силы и мочи, сделать все возможное, чтобы на уровне Международного уголовного суда, Международного трибунала были раскрыты и выявлены все садисты в форме ФСБ, Минобороны и ФСИН, кто к этому причастны, чтобы они знали, даже там, если там завтра меня не станет, или кого-то из нашей команды и так далее, что Аннушка уже пролила масло, и в любом случае, в любом случае мы это доведем до конца, передадим во все международные инстанции то, что у нас есть, и мы придем, или не мы, а наши коллеги, в будущем придут за каждым, кто причастен к этому пыточному конвейеру, к этому фашизму и садизму, этим военным преступлением, и преступлением против человечности, к которым причастны лично Владимир Путин, лично директор ФСИН Гостев, лично директор ФСБ Бортников, и все, кто по ними, под ними по вот этой вертикали, туда вниз, по иерархии, в эти СИЗО и колонии, которые сейчас переоборудованы, военные концлагеря, всех вычислим, и сделаем все возможное, чтобы они понесли заслуженную ответственность, вне зависимости от того, будет это через 5 лет, через 15 или через 25.